Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях обладатели звания Гран-при конкурса «Пасхальный свет и радость» и их руководители. Здравствуйте, ребята! Елена Геннадьевна, вы как представитель Пушкинской школы, конечно же, хотелось, чтобы вы первые начали этот разговор, эту беседу, рассказали о том количестве работ, которые были присланы на конкурс. Как эти все работы отсматривались, как они отбирались, как проходил весь процесс. Каждый год, когда собирается выставка, много коллективов, более 500, привозят свои работы. Мы их распределяем по темам, каждый зал имеет свою тематику, декоративно-прикладное искусство, пейзажи православные, библейские сюжеты. Все это раскладывается, подбирается по цвету. Это очень долгая работа проводится, потом идет оформление, багет и развеска. В конкурсе уходит около месяца только на подготовку, чтобы вы уже приехали и посмотрели в том виде, в котором она уже существует. В конкурсе действительно принимают участие практически все, не только все образовательные учреждения, не только все школы, детские сады, гимназии, лицей, но и самые различные студии, творческие, мастерские. То есть все стремятся выставить свои лучшие работы на этом конкурсе. Я бы даже сказала, что это уже престижно выставлять свои работы на этом конкурсе, во-первых. А во-вторых, это развитие и ребенка, и педагога, когда приезжаешь и смотришь, как растет уровень, какие новые идеи, новые веяния. И сохранение каких-то традиций, какие-то традиционные моменты, мотивы тоже, те, которые могут сколыхнуть душу. Но вы, честно признаетесь, волновались? Нет, все-таки вы находитесь в своем доме, в Пушкинской школе. Это ваш родной дом, собственно, та работа, которая находится сегодня в нашей студии. Она создавалась там, и она получила, была отмечена названием Гран-при. Переживали, волновались, когда ее доделывали, когда уже ее выставили, когда начался уже отсмотр членами жюри? Конечно, волновались, потому что мы все равно являемся принимающей стороной, но в то же время лицо. Мы должны тоже показать свой уровень. Раз мы принимаем такие работы достойные, надо выглядеть, как минимум, не хуже. Естественно, долго готовимся, всегда продумываем тематику, выбираем. Ну, конечный выбор стоит за ребенком, который готовит. То есть я не категорично, мне там надо что-то сделать. Мы вот долго уходят времени, много уходит времени на поиски именно. Артем, расскажи, почему ты выбрал именно этот библейский сюжет? Ну, мы выбирали из многих сюжетов, и когда я увидел именно эту картину, мне она больше всего понравилась, и поэтому я решил написать именно ее. Очень филиграмная работа. Артем, сколько времени ушло на создание этой картины? Ну, начал я прорисовку этой картины в сентябре 2017 года еще. Это, получается, полгода или даже больше я ее рисовал. Елена Геннадьевна, вы сразу поддержали Артема. Нарисовать именно этот библейский сюжет не было? Такого вот небольшого страха, что, может быть, не успеете, может быть, не получится? Все-таки сложная достаточно и работа, и сама картина. Сложно переживали, но я уже знаю Артема не первый год, он уже трудится. Я просто знаю, что он очень целеустремленный. Если он за что-то берется, это однозначно будет доделано. Причем, чтобы успеть в срок, он ходил ежедневно последние два месяца. Делалась весь этот учебный год, и работа делалась одна. То есть у него за этот учебный год вот такой один результат, но достойный. Елена Геннадьевна, ну вы, честно признаетесь, положа руку на сердце, знали, что станете обладателем Гран-при? Ну, такой уверенности нет никогда, потому что очень много достойных. И это, естественно, как выберет жюри. А жюри профессиональное, жюри строгое. Поэтому мы всегда волнуемся. Всегда есть нотка волновения, однозначно. Пасхальный свет и радость охватывает разные творческие направления. Это не только картины, это не только живопись. Это просто огромное количество различных техник. Одна из них сегодня представлена в нашей студии, Ольга Анатольевна. Это ваши работы, ваших ребят, ваших воспитанников. Ваш ученик Никита стал обладателем звания Гран-при. И как создавали эти шкатулки, и в чем их уникальность? Если говорить о нравственности, уникальность в том, что это продолжение необыкновенной русской культуры. Необыкновенной, самообытной, единственного в мире, в России, такого мастерства художественного. То, что это уходит куда-то в небытие, сейчас вот, ну есть, вот мы продолжаем же, и дети продолжают. Как называется эта техника? Эта техника лаковая миниатюра, миниатюрная живость, многослойная, требующая очень необыкновенного терпения, внутреннего состояния. А самое главное, вот как меня учили мои учителя, я сохраняю их такой вот стержень, то воспитание. Вот надо всю душу сколыхнуть, а потом только это вот делать. И вот соединить как бы душу с рукой, с кисточкой. И вот даже, знаете, вот маленькие-маленькие, чем вот терпение, вот маленькие штришки, вот делаем глазик, делаем даже дыхание. Ну, приходится затаить дыхание, никакие-то ни разговоры, ни отвлечения уже здесь не играют никакой роли. Я благодарна очень, вообще судьбе благодарна, что вот благодаря Ольге Владимировне Веницкой и благодаря Владимиру Львовичу, вот их конкурсу в Захарово, мы вот студию лаковой миниатюры Федоскина начинали так писать. И вот эти вот все работы, они в свое время участвовали в этом конкурсе. И, конечно же, мы хотели, вот сейчас у нас будет гран-при. Это первое гран-при в вашей студии? Все первые места были. Ну, вот были гран-при, но не по шкатулкам. А вот это первый раз гран-при, даже два гран-при. И вот еще девочка Сетинская тоже написала. Это тоже ваша школа работа? Да, это школа тоже. И вот эта прописка, Федоскинская прописка, когда многослойная прописка идет, ты трудишься очень много над этой работой. И, знаете, у нас даже девиз нашей группы, ну, те, кто делают шкатулки, гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Вот у нас долг сохранить вот эту национальную русскую культуру. Мне бы хотелось, конечно же, поговорить о работе, которая была достойна звания гран-при. Никита, это твоя работа, она потрясающая. Вот сейчас эту шкатулку Ольга Анатольевна держит в своих руках. Никита, как тебе хватает терпения, усидчивости, чтобы создавать такую красоту? Ну, я ее делала очень долго, и, конечно же, здесь много терпения надо было. Я здесь делала много эскизов, чтобы выбрать, какой лучше эскиз. Но потом мы выбрали, и с Ольгой Анатольевной мы начали прорисовывать такие маленькие циркушки или тени, начали накладывать. Никита, сколько времени ушло у тебя на создание этой шкатулки? Ну, мне ушло это на три месяца. Я ее рисовал, а потом еще мы дорисовывали, вот по бокам узоры золотом разрисовывали. Когда отправили работу на конкурс, Ольга Анатольевна, с каким чувством? Рассчитывали ли вы на то, что она будет удостоена звания гран-при? Ну, мы мечтали всегда. Мы всегда мечтали получить высшую награду. И когда позвонили, что у нас две высших награды, конечно, я очень благодарна и рада за Никитушку, потому что, знаете, вот не из самых сильных работ он был выбран. А из того, как он вообще подошел к этому, сколько он сделал набросков, эскизов, как это вот должно, вот солнышко, вот с каким трепетом. Никита, в среднем сколько было создано и сколько отрисовано было тобой эскизов и набросков? Чтобы уже окончательно утвердить сюжет и переносить его на шкатулку. Ну, там четыре, а в последний момент я сел уже пятую. Мы выбрали какую-то. Да, да, да. Сколько лет ты занимаешься в студии? И хобби для тебя это? Или, возможно, ты в будущем хочешь связать с этим свою профессиональную деятельность? Да, это мое хобби. Я уже занимаюсь пять лет, три года в подготовительной и два года уже в первом, втором классу занимаюсь. Ну вот, я хочу создать это, чтобы это было мое хобби и моя работа, чтобы я рисовал такие картины. Ну, тебе нравится больше писать картины или все-таки именно создавать шкатулки и продолжать вот эти традиции? Ну, и то, и то. Очень мне нравится. Ольга Анатольевна, у вас все такие ученики? Ну, учеников неталантливых нет. Так как Великий сказал у нас Ломоносов, пять процентов это божий дар, а остальной труд, труд и труд. Тогда это гениальность. Вот этот конкурс, он на самом деле удивительный. Я даже не знаю, как они выбирают лучшего, потому что я вхожу, и у меня прямо, знаете, как в храме молитва. Вот каждая работа, я не знаю, как можно выбрать. Елена Геннадьевна, особое время – это время выбора лучших работ. Как это происходит? Выбор лучшей работы. Ну, вы имеете в виду в студии, да, когда мы выбираем для конкурса? Ну, ребята долго готовятся, и все правильно, что определяют это самые трудоспособные дети, которые могут выдержать. Это нагрузка, это ежедневный труд, это без пропусков, постоянно с любовью ходить и делать. Вот именно с любовью к каждому своему штриху, к каждому мазочку, к каждому персонажу, что ты пытаешься передать. И вот те дети, которые я вижу, что они вкладывают душу, что они ходят регулярно, что они хотят чего-то добиться, чему-то научиться, в принципе, я каждому стараюсь дать возможность поучаствовать в конкурсе. А что уже становится лучшим, это уже решает жюри. Потому что нам все наши работы дороги, естественно, каждая работа ученика тоже мной через душу пропущена. И мы все любим их, и все храним. В течение учебного года, конечно, у вас не один конкурс по святой радости. У вас их огромное количество, это и международные, и всероссийские конкурсы. Но, тем не менее, какое место в вашем сердце, в вашей всей этой работе занимает именно этот фестиваль и этот конкурс? Я тоже попала на этот фестиваль, еще не будучи педагогом Пушкинской школы. Я работала на базе гарнизонного Дома офицеров в Новом городке. Дом офицеров закрылся, и я уже, показав свои работы на этих конкурсах, с Ольгой Владимировной поделилась. Она пригласила меня к Пушкинской школе преподавать. Конечно, я туда с радостью пошла, потому что уже знала, я коллектив, знаю, как это все готовится, как это все, подход сам к конкурсу, настолько профессиональный. Мы участвовали во множестве, и районные, и областные, и международные. Но такой подход, как создали Ольга Владимировна и Владимир Львович, я нигде не встречала. Здесь внимание к каждой работе, подбирается индивидуально и место, и освещение, и вообще подход к каждому ребенку. Такого я не встречала нигде, поэтому даже все дети разного уровня конкурса, все стремятся участвовать именно «Рождественская звезда» и «Пасхальный свет и радость». Любят приезжать. А еще любят приезжать, а еще, наверное, когда такой богатый урожай наград, ведь это практически 21-х мест, 22-х мест, 3-х мест. Специальные призы от различных комитетов, от благочинья, специальные призы от главы Одинцовского муниципального района. То есть есть за что побороться. Михаил, твоя работа, я бы, наверное, сказала, одна из самых нашумевших на этом конкурсе. Она не только самая большая по размеру, но она еще очень удивительная по идее исполнения. Вот скажи, кто тебе подсказал такую идею? Как так родилась и кто тебе помогал в создании этого огромного пасхального яйца? Вот у нас в школе каждый год организуется конкурс «Пасхальный свет и радость». В прошлом году я делал пасхальное дерево жизни, на котором висели маленькие яйца. В этом году я решил сделать яйцо, потому что яйцо – это начало всех начал. Так я и называл свою работу – начало-начало. Из каких материалов ты его делал? Потому что оно, ну надо сказать нашим телезрителям, что оно больше метра в высоту. Ну да. И кто тебе помогал? Ведь, наверное, справиться одному было бы непросто. Мне помогали родители. Ну и, в принципе, все. Ну как создавали? Из чего это яйцо в итоге? Сначала мы хотели надуть воздушный шар и его покрыть гипсом. Но когда начало засыхать, оно начало лопаться, и, естественно, у нас ничего не получилось. И поэтому мы решили сделать из пенопласта. Он удобный, его легко носить и работать с ним. То есть вы его склеивали куске пледа пенопласта? Сначала мы купили 10 листов пенопласта, положили их друг на друга и склеили. Затем при помощи маленькой пилы вырезали форму яйца. Меня учил вырезать это все, вот так вот работать, мой дядя Леша. Он мастер на все руки. То есть получилась такая семейная работа. Сколько трудились над созданием этого экспоната? Ну, 5 дней вообще. Зачем из баллончика покрасили красной краской? Вот у меня есть учительница по рисованию, Виктория Валентиновна. Мы с ней не первый год уже занимаемся. Она меня учила рисовать. Я сам сначала карандашом наметила, а потом уже разукрасила. Молодец. Елена Геннадьевна, действительно была, наверное, пожалуй, самая необычная работа. Причем она привлекала внимание всех и стала такой прям фотозоной вашего конкурса и символом Пасхальной Святой Радости 2018 года. Вот поэтому я и выбрала яйцо, потому что оно придает радость и потому что это символ Пасхи, как мне кажется. Традиционное красное яйцо. И мне очень нравится участвовать во всех конкурсах, не только ваших, но и в моей школе Светловой. Мне очень нравится. Ты такой творческий ребенок. Ну, вообще научный тоже. И научный, то есть ты увлекаешься наукой, и тебе все нравится. Что ты почувствовал, когда узнал, что твоя работа достойна звания Гран-при? Я почувствовала невероятную радость, потому что это все делает большой труд. И мне очень нравится. Я хочу сказать спасибо району Одинцовскому за то, что присудил мне такое звание. А я думаю, мы скажем спасибо вам всем за то, что вы своим творчеством радуете всех жителей и продолжаете дело, продолжаете те традиции, которые были заложены в свое время. Можно я чуть-чуть добавлю? Вы знаете, я просто... Можно, конечно, говорить о количестве. Вот у меня в этом году участвовало больше ста учеников вообще по разным выставкам. Это еще... Я хочу... Почему я это говорю? И у нас 80 высших наград. 80. Не включая еще три Гран-при. Еще в Бородино у нас Гран-при за Вославу Отечества. Я почему это говорю? Я хочу еще и как бы вот даже от себя и поклониться и своим учителям, и своим ученикам. Потому что это труд еще учителя. Вот труд учителя. И то, что это оценено нашим Одинцовским... Тысяча работ и более 500 преподавателей за всеми этими работами стоят. На самом деле это очень большой труд преподавателя. И я им всем желаю здоровья, счастья и любви. Можно мне еще добавить? Меня не только мой дядя Леша учил. Меня еще учил... У нас есть в школе преподаватель Алла Евгеньевна. Она у нас преподавает технология. И она нас очень хорошо учит. Можно тоже добавить? Я хочу сказать, что сейчас настало такое время, когда есть возможность развивать детей. В наше время, когда мы учились, это было гораздо сложнее. Не было конкурсов, не было такой поддержки. Сейчас идет такая программа поддержки детей, что хотят развиваться, хотят участвовать, хотят чем-то заниматься. Очень много детей нашли какое-то свое хобби, призвание сейчас именно в детских студиях. И правильно сказала Ольга Анатольевна, неталантливых детей не бывает. Все дети талантливы, каждый по-своему. И, конечно же, мы поздравляем вас с наградами. Ждем новых успехов. Обязательно расскажем обо всем на нашем канале. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя и у вас все обязательно получится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok